так не пошел к чему-то стрим еще стоп стар делаю делаю вот 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 Продолжение следует... 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 Так, короче, ребят, ждем, что начало. Ну что, пока что-то ничего не происходит, не знаю почему, а вот, гуманчик что-то там создал. Так, погодите-ка. Так, погодите. Так, погодите. Привет, Блэки. Так, ладно, сказал, что у него 90 секунд задержка. Ну, пофиг он, в принципе, не для русскоязычной аудитории стримит, поэтому вообще пофиг. Так, Вова Синок или Вова Синок, или что это за... Спасибо тебе, 40 рублей вижу. Мужик говорит от 50, если что. Кто не знает. Привет, удачного стрима и хорошего настроения. ПС Топлю Заминат, спасибо тебе. Сеточка на Гудгиме есть в темах дня, я думаю, есть везде есть. Так, ребят, сейчас надо повесить бы мне баннерков парочку, так как на данном турнире спонсоры есть, ребята, все-таки. Так, куда бы грамотно поставить? Вот один можно вот сюда поставить над таймером баннер, а второй... Сейчас проверим, как он длинный или широкий. А вот он какой-то. А его, я думаю, можно вот сюда, например, поставить. А почему нет? Хотя нет, как-то не очень он здесь находится. Так, короче, извиняюсь, что по ходу пьесы приходится подстраиваться. Улучшение завершено. Вот я думаю, так никому ничего мешать не будет. Ребят, Масс Рипперы от Сирен Вика пошли с трех бараков из застройки здесь прямо. Увлай Роуч Ворон ставится. Здесь два газа присутствуют. Я извиняюсь, что отвлекся. Пользователь Минчеков 86 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Минчеков 86. Начинается контроль. Так, пару гранат Сирен Вики дать. Но он еще дэмэджем успел убить, в общем-то, этот криптумор. Рипперы все подлетают и подлетают. Увлай Роучи строится. Контроль идет очень жесткий здесь. Рипперов надо сплитить, чтобы менять дэмэдж, естественно, с живыми. Треть королевы у Блая достраиваются. Неплохо тут гранатами вообще-то подкидывает. Фига там Линда разорвала просто гранатами. Бедняк сейчас. Блая идет Роучи вперед. Пытает Сирен Вик за контроль. Здесь, но зажимает себя в угол. Зачем он сюда-то ушел? Я еще не понимаю. Спрыгнул бы вниз-то. Что за бред вообще он сделал сейчас? Ой, какой же бред Тиран Вик сейчас сделал. Не ушел. Потерял на ровном месте 4 рипера. Конечно же, пуш захлебнулся. И билд уже не работает, так как, по идее, он должен бы работать. Еще одного рипера Блая подрезает. Короче, Блай нормально здесь отбился. Парабам плюс и по БМУ вообще 22 на 7 боевому лимиту. То есть, это колоссальное превосходство, преимущество. Еще одного рипера Блай подрезает. Ну, больше подрезать не получилось, правда. Прикольно он через всех перепрыгивает. На другую сторону, конечно. Релоджеры я имею в виду. Ушел Тиран Вик на хайграунд риперами сейчас. Больше решил ни контроля здесь. Блай заходит, одного рипера подрезает сразу. Здесь есть бункер, но посмотрите, здесь релоджерами можно шатать просто и шатать. Выбит сейчас стимпак. Это для Тирана, конечно, не катастрофа, но абсолютно неприятный момент. И у Блая здесь еще и овер есть, как вы видите. Рядом с хайграундом Тиран Вика. Фаербулы пошли. Нужно на развороте опять же бой принимать. Вроде как законтроливает Тиран Вик. Но у Блая третья хата. Блай по плану развивается. А план Тирана был нарушен. Риперами сюда забрался. Короче, увидел, здесь надо было либо прыгать наверх, разводить, чтобы они отступали, или рабов убивать, либо спрыгивать вниз, подкапливать еще и уже пытаться с какого-то направления ворваться, где не ждет Блай, да? Не получилось у Тирана Вика это сделать. Здесь танчик у нас добавляется. Очень оборонительно вынужден он действовать сейчас. Но я думаю, что сейчас уже... Хотя нет, третью Сэшку, смотрите, ставить. Я думал, что уже в пуш пойдет, скорее, с двух баз. Так, запрыгивает Тиран Вик на третью. Три дрона подрезать. Неслабо, четыре дрона подрезал. Пытается запрыгнуть на мейн. Запрыгивает одним полудухлым рипером. Но хоть четыре дрона подрезал, и то хорошо. Ну что, 1-1 у Тирана Вика. Это еще не такая уж после такого начала. Ситуация не выглядит такой печальной, как могла бы быть, как мне кажется, здесь. Вот. Собер здесь. Третью начинает, ну, качать Тиран у нас. Пошки пошли здесь на камнях. Для контроля камней, собственно. Танчики, ну, немножко подстраиваются. Медиваки подстраиваются. Медиваки подстраиваются. Ну, пока один танк всего, кстати. И полетел двойной дроп, ребята. Блай выбивает везде камень, чтобы проще контролить было. Крипа много тянет, смотрите. На 9 часов уже. Хата на 9-4 пошла. И Блай делает грейды. Это уж прям что-то с чем-то. И даже с двух эволюшенов, а не с одного. Вот вижу, первый инфестор заказан. Ну, похоже, больше 1-1 Блай особо не надо. Хотя нет. Коготь пошел, все-таки. Ну, тоже первый. Приходит Тиранвик. Чуть Блай подразвел. Залетает на мейн сейчас резко. Тут, кстати, нечем Блай встретить Тиранвика. Дропаются малики. Снизу и сверху приходят реводжеры. Тимпатчица Тиранвик. Бинги без мула. Нужно улетать сейчас. Ну, контроль как-то пока Тиранвиковский оставляет. Желать лучше. Почему? Потому что я помню, что он реально раньше получше контролил. Были моменты когда-то. Ну, то есть, сейчас как-то и дроп непонятно сделал. Приходит Блай дроп. Забирает 3 малика. Только успели улететь. Заметил Блай, где находится дроп. Опять Тиранвик рядом разгрузился. Блай тем временем камни пробивает Тиранвику. Тиранвик тут рядом бегает. Камни пробиты. Блай видит, но вон он куда пробежал уже Тиранвик. Ребят, Бу-5 нас сегодня ждет. Как на ГС или в группе. Система такая же, в общем-то. Вот только наши игроки играют. Тиранвик была первая пара, Бу-3. Вторая пара демагами НАТО. Ну, 2-2 Тиранвик делал Дублая. Хайф уже почти готов. Дублая спокойно дает выйти ультралов, от которых, между прочим, у Тиранвика горит. И как еще горит, не даже не синим, а белым пламенем иногда. Вот. Точнее, не всегда. Значит, надо уже подстраиваться. Да, здесь 2 факты, но факты-то, они на выход рассчитаны. То есть, нужно делать какой-то выход, нужно делать какой-то пуш с танками сейчас Тирану. Иначе, как бы, ультра каверн готов, заказан уникальный армор и все. Так, разгружает Тиранвик. Может, пятую вот эту базу сейчас отменить. Начинает Блайк в камне, прогрозать с дальнего направления. 2-2 у Блая делаются. Минус Медивак, минус 10 лимит. Короче, на этой стадии против Микоза дропа уже крайне печальная такая затея. В итоге и танки все некуда взять. Тупо не хватает Медиваков. Здесь Тиранвик. С темпачица идет не с танки, разгружается. Микоз, Блайк что-то не успевает, кстати, выкинуть. Вот только сейчас выкинул все Медиваки. Блайк сбивает просто за Микоз. Нужно отходить. Тиранвик простимпачился. Посмотрите, какие они вообще. Как будто дефайлеров во второй Старкрафт добавили. Из первого. Чумовичков. Любимых зергами в первом Старкрафте. Потому что без них ЗВТ, ЗРГи просто не могли бы играть. Темная стая плюс чума и все. Привет, Серый Волк. Не за что. Конечно, я буду стримить Старлайн. Ведь это наш турик. С Гудгеймом. 8 ультралов Блайк сейчас заказывает. Кстати, по лимиту Тиранвик приблизился. Было к Блайк. Но разве выйдешь вот такими юнитами куда-либо? Конечно же нет. Старпор добавляется. Понимаете, Тиранвик, что надо выходить в Либераторов Гастов. Ну и, кстати, смотрите. Макро такое неплохое. Димастрит четвертая. Сэшку уже Блайк надо давить. Иначе тут теперь Тиран уже в Либераторов нам выходит. Так. Здесь у нас вроде как бункер. Но надо закрывать. Надо здесь вот стенку делать. Бункер сзади танк. Можно вот примерно так, как Тиранвик сейчас и делает. Танчик есть. Планетарка еще не готова. Приходит Блайк. Тиранвик раскладывается. Здесь ультралы мягкие. Вот и лезешь ты на мягких ультрах. Ультрасов. Поймал. В Мехос Тиранвиковских юнитов Блайк. В принципе, он здесь неплохо разменивается. Смотрите, и лимит-то равный почти. Понимает Тиранвик, что пока не готов. Аармор это шанс для него хоть что-то тут урвать. Хоть как-то уменьшить популяцию ультралисков. Но парочку только урвал. Здесь. А, вот два маленьких бункер сели наконец-таки. Ну, в любом случае, Тиранвику даже сейчас придется делать выход. Тут Гасты уже Либераторы пошли. Вроде как экономика неплохая, но у Блая уже Шпилен. Он уже в Грейтер Спайр хочет выходить. Пятая база готова, но совсем не добывается. Вот у нас добычка. Конечно же, у Тирана выше по минералам и замулов. По газу пониже. Потому что Тиранвик меньше газ добывает. Тупо. Лайп-С4. Так, зашли ультралы здесь. Вот с этого направления на второе. Одновременно на ЦС-шку, на Планетарочку наломаются. Но здесь держится Тиранвик, между прочим. У кого он атакует, я чуть не понимаю. Есть два ультрала, которых просто не убить. Вот они начинают все резать. Отступает назад Тиранвик. Падает первый ультрал. Второй тут режет снайпер-шоты. Пошли минус ультралис. 4863. Пока что в лимит-то более-менее неплохой. Вот уже Караптер пошли в брудов. Ухот начинает сейчас, ребята. Так, голосовалочки. Да, Ивропилит. Ну, кому интересно, голосуйте. Так, снайпер-шот по ультралу. Лучше Фунхестер, наверное, Сумферномба. Тиранвик здесь. Ревераторов все больше и больше. По три штуки строятся. Где второй Старпорт, кстати? Я не вижу второго Старпорта. Ой, ё-моё, уже три Старпорта и все три с реакторами. Так тут и к брудам Тиранвик готов. Ему еще грейд бы на воздуху делать. Вообще было бы круто. Вот. Экономика есть, то есть грейды есть. И все вообще неплохо. Сенсор Тауэр здесь туретка пошел. Опять отбывая забегание идет маслингами. Большое забегание идет. Раскладывается по этому нейтральную два либератора. Депошечку гладить. 72, 199. Блин, у либераторов будет много. 8 штук уже есть. Но надо... 11 будет сейчас. Но чтобы брудам противостоять, нужно их складывать. Их придется складывать и как бы драться в лоб. Здесь линги пытаются пройти депошки. Тиранвик элементарно закрывать не успевает. Что ж ты делаешь? Здесь Блай правда сам ультрала поддает на ровном месте фактически. Так, здесь пытался Тиранвик вычиниться. Вычинился вроде как. Очень больно грызут линги. Сейчас падает пристройка на барак. Падает один барак. Сейчас ГОСТ упадет. Куда ГОСТы-то лезут тут собак? Ё-моё. Ценейший юнит и ГОСТ Академию тут собрался. Блай сгрызть. Не, братан, не надо дрыться. Тиранвик ее отбивает. Ну что. 130-110 по боевому. Сколько брудов у Блая? 8 есть. Караптеров еще 5 строится. 8 брудов тут же порядочно. Что у Тиранвика? 4 ГОСТа, 11 Либераторов. Танки Либератором Грейдики не делаются, к сожалению. Они без атаки. Ну и у Блая армора на воздух нет. Но если бы было бы против нулевого армора одна хотя бы атака, это уже было бы неплохим. Подспорьем в обороне, я бы сказал. Потому что можно было бы в крайнем случае сложить Либерков и попытаться брудов сбрить, да? Но Либераторы здесь нужны будут и против земли, а воздух прежде чем-то другим контрить вообще. Вот эти Блайка Криптумары четко тянет. По одному, но далеко очень-очень. То есть не забывает про протягивание Крипа Блая сейчас. Пришли Бруды, пришли Ультра, пришли Королевы. Либераторы раскладываются, чтобы Ультралов забрить. Часть Либераторов бьется с Брудами. Ультралов, кстати, проблевает. Кущение Тиранвик Либераторами. Ну вот что-то... А не, нифига, часть прошло. Ну вот если бы они все сразу были бы разложены, возможно, на этом направлении это помогло бы, да? Они не были разложены, плюс Корраптеры Блая подрешали. Здесь это 1-0 Блай, ребят. Тиранвик бился достойно. Но начало у него было провальное. Неудавшиеся Рипперы и... Потом еще Блай Стимпак ему отменил. Это был провал. Тиранвик обомбит, немножечко он выходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Захожу во вторую игру. Продолжение следует... 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 То, что Риперы ничего не смогли убить... Даже ни одной королевы, по-моему, Рипера не подрезали... пришло игре это уже провал полный а когда ищете и steam pack в ответку отменяют это катастрофа так ну это ранний steam блай прилетает все видеть здесь прекрасно после рипера тиран вик не мудрит используют самые четкие билды корейские рипера блай пытается поймать не так то просто его поймать он юркий скорость большая 5.25 у линга 4.13 но 5.27 а 5.37 даже конечно на крипе вот но на крипе лучше с ним не это не летать особо и вот ошибка от тиран века опять нелепая отвел рипера дэмэдж но блай заметил что он стоит попытался окружить окружил и сгрыз бежит 6 лингов вперед и 8 еще до заказа но блай решил немножечко наказать тиран века за его наглость а наглость реально жесткая здесь нужно ли просто шестью лингами врываться другой вопрос так мула здесь марики выходят блай агрит тиран века пытается не дать ему идти на рамку тиран вик что-то закрывает открывает сейчас депошки сейчас депошки вот выманивает блай мариков ну ё-моё и косячит сейчас отдавая два линга до начала врыва вообще есть линги забегает ну тут тиран века достаточно чтобы отбиться на самом деле для бла это провал то есть он сейчас до заказался и ничего не сделал сам себя перемудрил пробиваются камни здесь так углая третья хатка ставится эволюшн 2 эволюшн и линги это как тру играет как играют корейцы сейчас гидро вот все неподобно играл тиран века steam делает так а первый медивак а вообще тиран завтыкал с медиваком вообще-то один достроился по билду ну видно что билд кривейшим образом тоже после врыва бла идет но зато сейчас тиран вик не с двумя а с тремя сделает вылет и не 16 марик а нет а не 16 с 15 короче по мариком тоже какой-то провал вообще полный здесь происходит непонятно третий медивак вообще не при делах вылетает ну вот одного вип пассажира можно взять с минкой вместе и третья ссэшка пошла ну надо брать иначе как бы смысл вообще было что-то делать куда-то подрываться разгружается тиран вик сейчас идет через проход крипту марвла отменяет здесь не видно крик в этом проходе узком выходит на простор минусует королеву вла раз минусует кролеву 2 и 3 минусует и улетает тиран вик но кроме как одним медиваком почему-то у него не получается загружаться так 11 кстати ненамного то у бла и раньше бла и приходит сюда лингами что он здесь забыл лингами я не знаю здесь есть минка здесь есть марик здесь все есть для того чтобы нормально отбиться и сейчас еще два медивака выйдут у тиран вик добавляется варак он не пытается сделать тайминг чтобы пробить бла и какой-то он пытается выйти в третью ссэшку просто и все ну а в лайк все в центре грызет так мариков 17 прилетает с тремя медиваками они уже со щитами у вла и болит на 100-100 вот сейчас было не 17 здесь мариков а например на десять больше это авто гг было 27 но 10 на на 10 больше, это всё-таки совершенно другой билд, без грейдов, без цсшки, соответственно. Просто двухбазовая тема, как Ютермал там делал, как сегодня кто-то делал, добивал там. В целом, Теренвик отыгрывает вполне нормально, не слабо, это точно. Правда, вот сейчас начинается, только я это сказал, а вот это уже реально, это уже Вик, это уже слабо. Просто выводится без прикрытия КСМ, выводится всё на вторую базу, в итоге Блай прибегает, пять рабочих на халяву просто уничтожает. Теренвик пытается контратаковать, пытается кайтить Марик и Милингов, да, раскатил, кстати, не слабо, и вылечивают Марики, тут всё, чейми деваки, очень хорошо Марик пошёл. Стим выбивает Теренвик криптуморов, очень много здесь криптуморов он наубивал, может четвёртую имеет смысл отменить, попытаться, нет, Теренвик только успел Мариков загрузить и улететь сейчас. Ну, в этом, например, Крип выбрил, зато у Блай в центре уже два криптумора есть. Есть Либератор, несколько Мариков всё-таки на третью выходит, ну, если по барону сразу здесь небольшую на третью оставил бы и вышел бы на неё спокойно бы на эту базу, то, я думаю, ситуация сейчас кардинально бы другая была, вот Теренвика значительно больше бы, лимита уже было бы. Так, здесь Марики забегает, начинает четвёртую хатку шатать. В это время Либераторы пытаются полететь за... А, здесь минка на майне ещё есть, я вообще не заметил. Смотрите, а карты, это не ВЦС карта что-то создаётся? Вы видели, вообще показываются рабочие и погибшие, или, мне кажется, что не показываются? Ой, как минка жахнула неслабо сейчас. Так, здесь Беллинги, правда, от Блая приходят и... По азерфиру, блин, жахнул. Жахнула минка, 102-86, ну, от Блая такой полуулыновая тема, я бы сказал, происходит. Ну, стэк-то не надо рабов собирать, как же Теренвик наглеет. Такой стэк рабочих собрал, лучше-то и вылечить их здесь, конечно, было бы. Приходят ещё Линги от Блая, Блая пытается врываться. Получает залп от минки, марики-мародёры разбирают здесь всё. Ну, тут пару Беллингов пришло, Теренвика здесь не сплитит особо, ещё Блай пытается давить. И, кстати, Игоря жёстко сдавил. Где? Где гибнут-то? Вот рабочие, 21 югет убить Либератором я не вижу вообще. Я смотрю у Блая потери, как бы, но я не контролю его базу. Вот сейчас только я заметил, видимо, на третьей базе этот Либератор был. Он развалил 19 рабов. Вы посмотрите, просто с лимитом, 108-76 сейчас. Это жесть. В пользу не Блая. Ну, Блая много ресурсов. Он готовит свитч, что ли, тут во что-то? Во что он свитч? А, вот мутку заказал. Ну, это не свитч, это просто мутка стандартно. А у Теренвика на 30-ку больше лимит. Это всё боевой лимит. Грейды вообще равные. Армур атака пошла. 3-3 Теренвик делает. Ну что же, можно сейчас... Тут туреток, единственное, у Теренвика нет, как вы видите. Так, минка вкопала сейчас. Уничтожает минка свой медивак, фактически, и своим же мариком дэмэдж клэшем наносит. Ну, вот здесь вот минка неплохо по лингам, хоть жахнула. И самое главное, Теренвик куалит мутку. И ещё муталиска одного сумел минуснуть здесь, даже из этого стэка. Здесь надо с оверсиром выбить, конечно же, минку. Возможно, сейчас бэллинг будет потрачен блаем на выбивание. Да, два даже бэллинга взорвалось. Ни в коем случае так делать не надо, когда вы контролите, ребят, терять таких юнитов на минке, когда можно просто её сгрызть собаками. Вот. Здесь две туреточки на мэне. Блайконтр забегания делает Теренвик. Всё вперёд ведёт сейчас. Это крайне опасное движение со своего стороны. Хорошо, сейчас хоть депошку успел закрыть, потому что, ну, будет шанс мариков про стимпатча здесь попытаться отбить нормально. Минка жахнула по муталискам, минка жахнула по юнитам. Ещё там кем-то здесь пытает Теренвик тем временем выход сделать. Очень-очень резкий на третью базу. Блай здесь несколько бэллингов всего лишь. Теренвик заходит, видит этих бэйнов. Так, минка залп делает. Теренвик всё, что делает, что разгружается, загружается. Как-то криво он это всё делает, честно говоря. Блай сумел отпокусить один медивак, и Теренвик потерялся здесь в этом контроле. Сплит просто нулячий. Разгромил всё здесь Блай. А сколько муталисков у Блай осталось вообще? Муталисков тоже Блай почти всех потерял. Пользователь Барлаги 10 активировал премиум на ваш канал. То есть, несмотря на то, что Теренвик сейчас так вот мёртвый... Вот этот выход мог стать последним чуть порасторопнее будет, но там тяжело было быть расторопнее. Потому что здесь он и здесь отбивался дома, и здесь он... Вот скан бы подальше был. Вот видел бы он, где была юнита стоят, я уверен бы, он законтролил. Он просто не видел, что рядом стоят бэйны, и он не ожидал так резко, что они через доли секунды при подъёме на ХГ начнут уже врываться. Но лимит-то, посмотрите, у Теренвика до сих пор больше боевой на двадцатку, и сейчас 3-3 в 2-2 будет через 20 секунд. То есть, это... То есть, это преимущество неплохо очень. Так, опять линги забегают. Опять у Теренвика. Да ё-моё, бункер какой-нибудь на рампе. Я не знаю, что-нибудь на рампе надо сделать в конце-то концов. Либератор раскладывается, плюс КСМ-ки. Ну, КСМ-ки против лингов. Ну, они хоть танкуют, ой, как минки по своим залпам делают жёсткие. Уже по лимиту сравнил с Теренвик, здесь ДП-шка закрыта. Как-то печально она закрыта здесь, если честно. Так, залп у Талеска, Теренвик, минки сбривая. Здесь 3 медивака, всё, правда, он выходил. Линк задолбал, уже разгромил. Здесь рабочих 17 штук. Нужно брать прирост. Четвёртый... А, нет, на четвёртую с мейна, сэшкой Теренвик вылетает. Здесь Тимпатч сопринимает бой. Сплит пошёл. Ублай пытается расконтролить здесь всё. Ну, не так-то просто здесь расконтролить всё, ребят, я вам скажу. Сплит какой-то странный от Теренвика. Вот сейчас Мариков надо перестимпатчить. Короче, бейлинги докатываются. Сплит странный тем, что он... В какие-то моменты практически отсутствует. Важное очень. Так, 10-пи его приходит. Минку Теренвик переконтроливает. Постоянно, ну, мутки что-то у Ублая слишком много. Вот Минка залп сделала по муталескам. Но Теренвик теряет всю армию. Перестимпатчился. Контроль слабенький продемонстрировал. Сейчас очень слабенький Теренвик. Блай не успел даже в ультру выйти. Просто линга муталесками всё сгрыз. 95 на 126. Грейд и всё равно Теренвика лучше. Так, каким спойлеркам? Игра не кончилась, о чём-то говоришь. Никаких тут, если спойлер, это просто слух. Так, Теренвик опять на центр выходит. Медиваки отсутствуют вообще. Перестимпатчил. А стимпатчится в теме сразу, блин. Ну, конечно, так не надо делать. Опять стимпатч, Теренвик прожимает. Лечиться нечем вообще. Ну, четвёртую хоть добывает. Лимит равный. Блай пытается там сделать свитч в инфистейшн. Так, бункерочек Теренвик ставит. Оп, хорошо. Ну, Блай... Все мы знаем Блая как любителям стэка мутки собирать минки. Вон Блай один из тех, кто терял там по тридцатке муток на 4-5 минках. Это Госу Туретка, которая свой минерал не даёт добывать и заблочила рабочего здесь. Конечно, так не надо ставить. Лучше, кстати, сэшечки в плотную поставить. Влетает Бай, выбивает бункер, пытается выбить Туретку. Нет, Туретку не выбить. На муталесках отдаёт... Ой, на амариках отдаёт мутки штуки 4 сейчас на ровном месте. Зачем он это делает, я не знаю. И Теренвик уже и лимита-то больше. А здесь забегание идёт хорошее. Бэйнами такое. Но здесь бункер выдержит. Блай много не убьёт рабочих здесь. Хотя, посмотри, 3 погибло. И сейчас Теренвик... Что происходит? Плачет, что за карусель-то? И в стэк назад пошёл. Куда там? Чего вообще? Бах! 7, ещё плюс 4, минус. Вот. Удивительная вообще. Удивительная расклада. Ну что, да. Теперь задача Теренвика абсолютно очевидная. Не дать Блайу дожить до ультралисков. Если Блай доживёт до ультралисков, Теренвику просто больно будет. И всё. У него одно био. Но какое количество, какие замечательные грейды. Вот Блай идёт вперёд. Теренвик. Сплит отсутствует. Только сейчас вот он среагировал. Походу... Ну как... Ну успел сплитануться. Смотрите-ка. Оправдывается за предыдущие моменты. Идёт вперёд давить. Бэйнов у Блая нет. То есть... А нет, есть 4 или 3 штуки. Но сейчас минус третья база, где макро хата. Есть минус четвёртая. Да, есть контр забегание. Но тут Теренвику надо расконтролить. Контроль отсутствует. Просто Беллинги максимум Мариков забирают. Конечно, Теренвик всё вырубает здесь. Ну Блай чётко контр забегание сделал. Беллинги громят всё. Блай, кажется, 2-0 победит. Казалось, что Теренвик возьмёт эту игру. 14-1 по Рабам. Всё-таки Блай выдержал на опыте. Что тут говорить? Вытащил здесь просто Блай. Теренвик ломился. Не доконтроливал. Блай делал грамотные забегания на мультитаске. Просто пытался Теренвика развести. Развёл в итоге тут ультра-каверн. 53 дрона. Всё работает. База живая. И это печаль полная. И здесь Теренвик сплетанулся нормально. Но вот забегание сюда и сюда подрешали. В итоге полную армию. Зашёл вот сюда. Слил вообще нелепо. Как-то медиваки где-то там слились. Ну, в любом случае, если даже, кстати, ремид до сих пор боевую больше у Теренвика, ещё шансы остаются минимальные в этой игре. Муталецков у Блай нет практически. Здесь мулы при... Так, мутку надо прогонять. Прогоняем Киштиранвику. Мутку несмотря на что, две атаки, мальчики 3-3. Мутку вообще в хлам разваливают. Вот. Даже если Теренвика сейчас проиграет, может со второго места выйти. Поэтому расслабляться или бомбить, пригорать не стоит. 4 ультрала заказано. Так, опять мутка на четвёртой базе. Теренвика идёт пятую Блай минусовать. Но пятая тут уже особо не решает. Вот в чём прикол. Здесь надо бы несколько мариков вывести и просто отбить этих муталецков. Пять штук смешных. А если добавить немножечко либераторов, то может и с ультравами... А, либератора-то два есть, кстати. Идёт Теренвик вперёд. Либератор раскладывает свой... Загружается Теренвик. Разгружается, загружает. 48-63 по лимиту. Мутка пытается улететь. Добычу надо срочно восстанавливать Теренвику. Пытается агрить Блая на либераторов сюда. Но надо аккуратнее быть. Сейчас мутка прилетит. Ну как в 7-ю взял сложился. В 7-е одновременно. Минка по своим же марикам. Залп сделала просто дикий сейчас. Улетает Теренвик. А королевы сбоку. Либераторов спокойно прогоняют. Отблая даже не трансьюзис. И ультра здесь в центре подгрызает. Ещё минки по своим же юнитам. Залпы делают жёсткие. Вышли инфестры. Пока без энергии. Но скоро она будет 42-11 лимит. На королев. Вдруг здесь королева с полной энергии абсолютно. Ну вот это уже лишнее было. Надо что-то... Ну какие-то правила, наверное, есть по поводу БМа. Ну что-то... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Ну, ребят, турнир не мой Я уже и Тиранвику писал тысячу раз И на Смайлкапах, и на Бавролигах Вот Ну, он не понимает, короче Ну, сейчас будет предупреждение, турнир новый Вторая, ну, вторая такая тема, значит, Тиранвик не будет играть, как бы, на турнирах На этом турнире Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Улучшение завершено Так, один сроучий заходит От Минато Сразу минус реведжер У Минато еще и шпиль пошел Третья хата строится У демаги проблемы очень серьезные Здесь минусует роучий В общем-то здесь Минато Минусу, нет, третью не минуснул Заходит демаги на вторую У демаги гигантские проблемы, ребят Похоже вообще на 1-0 в пользу Минато Здесь все очень сильно Роуч, ворон, до муа, готовности За секунду нет доделался У демаги все-таки повезло Здесь Диме, еще бы ему не везло Он наиграл за свою жизнь Столько игр, чтобы Ему все-таки хоть в одной Могло повезти Вот Ну что, Минато продолжает давить При этом свич мутку готовит Что самое интересное Ах, ты же, ты как с луны свалишь Упыря не знаешь, что ли? Упырь наше все Вот 1-0 Минато, ребят Роуч, баст С мулом прокатил Ну что, Тичнарочкер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Тичнарочкер Поддержу тебя За хорошие турниры Шутки и здоровый рационализм Ахахаха, свинато Шутка Всем игрокам победы Ваш Тичнарочкер Какой-то польский Или какой-то Чечнарочкер Спасибо тебе, ребят Спасибо всем за поддержку гигантская Вот Ну что, дальше будет веселее Еще Ведь впереди еще Тиранвик будет биться у нас Раз-раз Так Рублевых-то кто-нибудь вытеснит сегодня, товарищи А то они прям уже залезли на мой экран Пока никто не вытеснил Ой, а там долго теснить-то их надо Надо два человека Так Завязываю там всякие Писать такие штуки, дружок Матом-то в чатике Кавич Ну в данном случае Так, а что в данном В данном случае я игру могу Разве что на 50% тише сделаю Чтобы Чтобы он не так громко Мужик озвучивал Вот Но Если рестрим Я не смогу этого, в принципе, сделать Но так как из игры здесь стрим Все окей Все окей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто такой DimaTorzok Ну, Минато достаточно старый игрок Вот И Неплохо играл давно еще Но сейчас, когда смена поколений произошла Многие ушли как бы И Минато Играет Вот Видите Димагу шатает, например Так По поводу Кто там что сделал Спрашивайте в чатике Не могу я постоянно Говорить Что сделал Что там Тиран Вик сделал Еще что-то там В общем-то Нужно следить Мне за игрой Я ведь из игры Так За Стрэнджа взяться Ну, нечего мне браться за Стрэнджа Если была в СНГ команда Какая-то Где был Стрэндж бы, например И был бы буткемп То я бы, конечно же Замашнил бы Чтобы там помогать игрокам У ней бы Но ее, к сожалению, нету Во-первых Во-вторых Сейчас в сентябре Начнется Трэндж еще учиться Будет То есть Я надеюсь Что ему Не будет мешать На самом деле Это Абсолютно Полностью Так Спасибо всем За поддержку Призовыми Вот уже Сыракет Перевалил Турниры Помните Что вы можете Поддержать Данный турнир Он на главной Гудгейм И присутствует Также вы можете Поддержать Меняя мой канал Естественно Вот Но Решайте сами Что важнее Важно все Естественно Но турниру Мой канал Можно Отблоками Поддержать Там Премиум Отключенными А турнир Только Внести Походить Наши Будут Радовать И призовые Будут Увеличиваться Со временем Опять же У Мината Роуч Ворон Раньше Чем У Демаги Но У Демаги Больше Рабов Ну да Еще У Мината Играл У него Спросите Кого момента Может он Даже И в бету Еще Играл Я Не уверен Если честно Ну давай Переключим На АПМ АПМ Не слабо Я тебе скажу 300 У Мината Чуть побольше 340 У Демаги Около Трех Сотен Так У Мината Пошли несколько Роучи Вперед И линги Но это Фейковый Подпуш Я так понимаю Будет с его стороны Хотя нет 24 линга Еще заказано Нифига себе Фейковый Подпуш Такой 8 роучей Идет 7 лингов И 28 Заказано Никакой не фейковый Подпуш Самый настоящий И очень даже Сильный Будет ли Реведжера Со стороны Мината Вопрос Сейчас Конечно Видит Мината Роучи Демаги Прекрасно Линги Дотекает Роучи Подходят Сейчас будет Налом Очень скоро Налом Будет серьезно Демага еще 6 Роучи Строит Но они-то в заказе Сейчас Здесь уже Пуш пришел Линги Затекают Роучи Дерутся Лингов Очень много От Минат Заход Неужели 2-0 Такие быстрые В пользу Мината Я не знаю Ребята Сейчас посмотрим Но похоже Что он очень Плотно Демагу Давит Королевы Падают Роучи Падают Роучи Выходят Там Третий Издалека Подход Лингов Просто Гигантская Вереница Идет Сюда Такая Вот она Линия Их идет Больше 10 штук Точно Около Двадцатки Наверное Здесь Мината Единственное Сверху Вообще Не надо Драться По отдельности Юнитами Ему надо Кучи Драться Всеми Он Морфит Реведжеров На хай Граунде Но 82 на 58 Да Мината Двумя Четкими Пушами Демагу Просто Продревает Ну что Заготовочки А что И говорить В итоге Мы имеем Матч Венеров Мината Против Блая И Демага Против Демага Против Тиранвика Матч Лузеров Сначала Будет Матч Венеров Ждем Серж Дедман Спасибо Те Плюс Тыщеночка Еще На призовой Пошла Респект Всем Пацаны Правда Что На некоторых Корейских Турнирах Запрещено Писать Что Либо Кроме ГГ ГЛ И ХП Это Абсолютная Правда Кавич Я не знаю На кого Страншуриться Какая Специальность Но я Узнаю Когда Нибудь В ближайшее Время Если Будешь Стрим И смотреть Напомнишь Мне То Я Скажу Да Я даже Сейчас Могу Спросить Стрим Продолжение следует... 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 А, нет, вру не написано ни хрена в аккаунте. А почему не написано? Наверное, где-то в другом месте написано. Короче, ждём начала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот Я не знаю сколько Я даже без понятия сколько человек можно собрать Но факт в чем Если сделать все хорошо С нормальными призовыми Лан турнир С отборочными крутыми Чтоб в студии стримить С галстучком Мэджика Всех комментаторов Весь топ СНГ как бы, можно и иностранных игроков, тут еще тоже наши только игроки иностранные, то явно зрителей будет так сделать больше, чем просто на моих стримах. Ну, я не думаю, что прям какие-то гигантские цифры. Вообще жесткие. Ну, я думаю, что тысяч... Ну, пять минимум можно будет соврать, я думаю, что как минимум, не знаю. Не, вот если все будут про кого перечислить, стримеры и т.д. Блай, тем временем, 1-0, ребятки. Я что-то тут зафилософствовался. Прибегает Блай, обманывает Минато на массе лингов дома Роучи. В общем-то, дома Блай отбивается, здесь проблевает. Ошибкой было Минато отдавать 6 лингов. Так, если бы он сгрыз королеву, может быть, что-то получилось бы. Вот. 50к, 50 тысяч рублей, ты имеешь в виду призовой, лан-турнир. То есть, это надо привести игроков 1,4-е, 8 человек. То есть, это больше, чем эти расходы, наверное, будет только игроков приехать, ты хочешь 50 тысяч призовой делать. Это смешной для лана призовой. Вот у нас уже больше 50 тысяч на онлайн-турнире призовой здесь на Starline League. Не, ну на данный момент меньше, но там еще должны как бы добавить. Я не знаю, стримит ли Рева, но попросился стримить MagicScal. Не суть, я без понятия, короче, там как вообще. еще. Продолжение следует... 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 так ребят все не отвлекаюсь пишут мне мой старый друг вот пишут люди так здесь минат куда-то подорвался блай забегает лингами окружает ровуч окружает королеву ровуч падает королева падает но мината дронами плюс лингами плюс ровуч очень неплохо дерется но дронов вынужден брать чтобы до конца здесь отбиваться но блай посмотрите какой дэмэдж наносит сгрызает лингов сгрызает королеву три дрона падают здесь ровуч выходит один из мината рабочих ту сейчас минерал забегает на мэй но на мэне уже ловить нечего дети ровучи королевы и линги новые вышли но 4 дрона блая сгрызать у мината рабочих то больше осталось после этих врывов и третья готова вот то есть для мината ситуация очень даже неплохая но от блая ровучи реводжеров ровучи реводжера пуш сейчас пойдет нужно 4 реводжера блая делать почему 4 потому что оверов за залп они сбивают это очень важно ты идешь раз разбил кд-шечка пошла дальше пошел здесь можно сбить например ну кстати оверов не так много висит на узел завяжи галстук на шее на узел галстук на морской я вам тролянку с узел на шее завяжу в чатике быстро успокойтесь так ну что минат тут блая зажимает кстати ну что-то падают фаербула очень неплохо я смотрю хотя нет там один попал один простите какой блин что это за дотка вот узком проходе началась как крепец идет да как будто линги с ровучими ровучи даже лингом пройти не дает в итоге блая тут как-то вроде мината забревает но мината отступает лимита вроде как больше блая но хз куксдок плюс 500 призовой спасибо всем ребят за сегодняшний стрим прям приятно вам пополнился сегодня экипотики напилили 100 баксов спасибо им за это и вам всем спасибо просто на десятку увеличился призовой по сравнению как он был еще вчера до старта игрокам должно быть приятно они должны стараться мината отбивается от блая посмотрите идет контратаку реводжер гонит линга вперед давайте идите гоните этих ровучей а сзади приходят еще линги минат с двух сторон пытается блая зажать сейчас вроде как зажимает но ровучи то под отстали с реводжером с тем сверху может стоило подождать немножечко так сверху реводжер приходит минат еще один фаерболл ставит блая не успел увернуться вот это уже серьезная была ошибка злая по лимиту очень близко но у блая весь боевой лимит который вы видите в цифрах он сейчас дозаказит его на поле боя нету просто естественно минат хорошо разменивается здесь но начинает выходить линги для личинок минат не достает и таким количеством так отменяет реводжера блайд мината морфящегося линги все выходит и выходит вот 4 реводжера нужно 4 реводжера есть это как овера просто и личинка тогда залпа будет погибать вот эти все прикиньте вот сюда 4 фаербула падает блайд сразу вг напишет прирост просто не выйдет но мината все равно больше это один-один ребята это 11 из какого региона 50 к ну как бы туда-обратно надо вообще-то лететь вот что возвращаться домой надо или что это интересный турнир пацаны билет в один конец такие подумают блин а что что зачем вы может не лететь вообще вот а так с дальнего востока там и 70 кому же билет стоить я не знаю ну кто же кто там живет шарит на самом деле короче дорого очень из некоторых мест летать тем более когда может супер заранее там заказываешь да как бы дешевле не знаю а как шу Вот так вот. Ну что, ребят, ждем продолжения. Плюс один, да, вот решал у Мината. Это факт. Вот так вот. Вот так вот. Так. Кажется, тут кто-то подошел ко мне. Кто-то подошел ко мне. Кто тут лапу мне дает. Кто тут лапу мне дает. Ну что-то хочется, что-то хочется. Что-то хочется. шерсти зверь шерсти зверь пришел братан пацаны-то общаться ну вот люди говорят 40 к только в одну сторону в пик например из хабаровска ну что поехали ребят 11 решающие честно секундочку прошу тому мама кое-что вернусь и а и и и и Так, конечно, все с копчами стучит. Да, чарлик пришел от ОФП, после групповой окончания будет ли. Так, короче, ребят. У Мината Пулл первый, у Блая опять же 17-я хата Газпулл, тот же самый билд. Пришел чарлик меня просто на улицу позвать, а я, видите, занят пока. Ну что, ребят, погнали! Спасибо всем! Помните, что призовой можно пополнить. Не забывайте и мой канал поддерживать. Естественно, это все очень полезно и приветствуется. Впереди еще три группы. Предстоит и плей-офф на данном турнире, естественно. По датам там будет все это обсуждаться. Посмотрим. Как-то так. Плацкарт Москва-Владивосток-12К. Ну да, можно бабок сэкономить. Ну, когда, наверное, столько времени проедешь, сколько он едет. Приедешь, скажешь, ГЗ, петухи и застрелишься просто сразу же. Вот. Ну, а кому кто там для каких-то целей специально так едет? Это да. Так, прибегает Блайк Минато. У Минато еще не готова Линги. Тут одного дрончика Блайк отгрыз. Точнее, мув, простите, не готов. А Линги-то уже готовы. Опять пытается Блайк тут подгрызть Линга, а не подгрызть. У Минато доделывается там. Сколько Лингов у Минато доделывается? У него 16. Вперед идет еще. И еще 20 там встроится. Но Блайк тоже Лингов встроит. У него уже есть достаточно много. Короче, Минато не получится там удачно как-то проатаковать. Прям вообще удачно. Забегает Минато. Блайк его окружает. Это полный провал здесь. Ой, как Минато фейлит. Как Блайк его зажимает четко сейчас. Но это провал, я вам скажу. То есть у Блаяк сразу появляется возможность заказывать рабочих по максимуму. Сейчас Минато же вынужден будет только Лингов встроить. Но он правда сейчас в плюсе по рабам. Но он будет в минусе в любом случае. Блайк прибегает. Тут знаете, сколько у него Лингов. Он умудряется Минато здесь грызть. Сейчас и рабочие падать начнут. И королева под ударом будет. Рабочих уже 3 минус. Да, Минато конечно отобьется. Сейчас приростом у 32-24. Пара-бам, ребят. На четверть Блайк уже впереди. Рабочих я имею ввиду. И это печалишка, конечно же. А здесь уже Роуч. 9 штук Роучи заказано у Блаяк. Он не будет сидеть, что-то ждать. Да будет пуш вообще. Кэш и ФП будет. Сейчас кончится эта группа. Я начну ФП. Закончу завтра 12.30. Вот. По писею. И будем GSL смотреть. А как еще? По-другому не бывает. Так, мне надо забегать. Здесь 3 Роуча, 2 еще сбоку. Видеть, что Блайк кушать собирается. Сам Роучи заказывает. У Блаяк их уже 12 штук. 13 Роучи. И все они вперед идут. И похоже, что это несчастливое число будет совсем не для Блая. Ну, не 2 недели вроде там ехать. Ну, дней 10 вроде как-то так. Я помню, в школе когда учился, я на ганбол ходил. Мы ездили на турнир в Петербург маленький. Все было там. Солдаты ехали из Владивостока в поезде. Мы спрашивали, сколько они, ну, седьмой день они ехали, короче. Или восьмой. Восьмой, по-моему. То есть там уже приживешься в поезде. Так, ну, кстати, смотрите. Минато умудрился перемасить Блая в очередной раз. Каким-то образом. Непонятно. Просто чудесно. У него есть реводжеры Линги. Он собирается пушить. Но Блая вместе с пушем в лейер урожился. Вот что лишнее, мне кажется, будет. Ну, я говорю, если ты не европейский старик только, естественно. Конечно, в кайф из Европы ты приехал. Из этой малюсенькой всей. Ну, она не малюсенькая, понятно, но страны малюсенькие в основном. Если так проехать по одной стране просто столько. Особенно, если есть время там выходить. Спасибо всем за поддержку турнира. Еще Минато пристой. 98.75. Ребят, неужели Блай сливается? Ну, вот этот переход шпиля. Опять сколько раз видел, что Блай отдавался на переходе шпиля. Это жесть. Просто какая-то. И в очередной раз Блай отдается. И Минато выходит первым местом. Неожиданно. Я прогнозировал, что Блай 2-1 выиграет здесь. Но Минато удивил и выигрывает 2-1. Минато молодец вообще. Блай пишет ГГ. Так, за второе место чего есть приз? Вот ссылка на турнир. Здесь призовой. Есть. Там есть информация, соответственно, ребят. Но призовые, призовые еще не все. Там еще и спонсоры напилят около двадцатки, я так понимаю. И еще напилят, естественно. И люди напилят, скорее всего. Здорово, вот за воданчик. Так, но я бы не стал рассуждать, насколько там ступеней ниже или выше Рева. Он же присутствует на данном турнире. Мы увидим его в последней группе и все поймем. Но это будет не ЗВЗ, но будет возможность побиться. Тиран Вик против Демаги сейчас будет биться. Его Идан поддержал ваш канал на сумму пятьсот рублей. Йо. Спасибо, живоданчик, тебе за пятихаточку бодренькую. Очень приятно. Вот. А, ты с фермером тут становишься. Блин. Когда какая-нибудь другая сумма будет, чтобы рублевые ушли? На 501 было. И еще кому-нибудь. Ладно, все нормально. Рублевые тоже полезно, ребята. Просто места много занимают очень. Здорово, Unix. Поставил номинаты в прогнозе. Ну, ты прям прогнозись, смотрю. Сейчас, смотрю. Ильюха там прогнозировал. Брос тоже. Он поддерживал турнир. Счет, я думал, 2-1, может быть. Ну, Дима Амината и Амината, думал, что победит. Пользовательного очка 88 активировал премиум на ваш канал. Короче, уже там просто вопросы смежные. То есть, если один в прогнозе не угадываешь, то не угадываешь фактически и другой. Как-то, ну, вот в этом плане надо все-таки разнобой давать. Потому что, ну, то есть, участники Decider матча просто не угадала одну пару, как бы, кто выиграет. Все, и значит, и Decider у тебя неправильно. Но с другой стороны, с другой стороны, как бы, вот. Тоже верно. Если ты диванный эксперт, то должен все угадывать просто. И предсказывать, точнее, даже не угадывать, а прогнозировать. Так, захожу в игру. Ну, что, огнеопасный матч. Димага против Тиранвика. Я думаю, Тиранвик здесь фаворит все-таки. Хренушки, ты че-то... Что-то да какой-то плудец тут пишешь. Сам-то хоть понял, я чуть не понимаю, что пишешь про заграницкие какие-то... ... Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Противостояние заключается в том, что если победит Теран Вик Демагу, то он может с Блайем реванш играть вообще. Продолжение следует... 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 не надо заводить. Куда ты лезешь, Дима? Что ты делаешь? Зачем ты отдаешься? Либератора сбил, правда. Ну, энергию потратил. Все нормально. Сконтролил. Зря беспокоился. Димага законтролил и сбил Либератора. Ну, второй эволюцию. Он только что здесь отбивал блин, Либератора. Видно, что Грэд не делает. Все равно не заказал. Печаль какая-то ведь просто. Так, в центре крип вообще у Димаги. Нет, здесь готовится не слабое забегание, я бы сказал. Большое очень забегание готовится со стороны Димаги. Вот он врывается. Бункер под ударом. Бейны катятся вперед. Бейны уже там разгромят. Куда ты в одного в одного в одну КСМ-ку Бейна взрываешь? Кстати, Димага хорошо забеганием здесь напрягает. Здесь отбивается. Да. Похоже, что это минус Теранвик в первой игре. Хотя не факт, что еще минус. Два-два-то делается. У Димаги только Армор делается. Но по ремету-то уже что-то плоховато здесь как-то у Теранвика, как вы видите. Парабам. Тоже не очень хорошо. И хайф у Димаги пошел. Ну, коготь бы, про коготь бы. Вспомнил бы он еще был бы молодцом, конечно. Но пока чуть не вспоминает. Здесь еще один Пэллинг Баст. Если бы, если бы 2-2 бы Димага выбил, это была бы катастрофа для Тирана. Но 2-2 похоже, что не выбьет Димага. Да, здесь уже доделаются. Ну, 3-3 зато Теранвик заказывает. Третий Армор сейчас атаку закажет. Ну, они, правда, в самом начале будут в самом начале своего продакшена, эти ГРД. Но, так, здесь линги побежали вперед. Теранвик заметил. Забегание на третью. Забегание на вторую базу. Так, на третий отвлек. На второй надо забегать и взрывать инженерки просто. Димаги сейчас. Да, инженерки же взрывают. Дима, они вообще не контролят. Ну, куда ты, ё-моё, инженерки взорвив? В рабочих врывается, не инженерки. Ну, 17 ксм от минус, что тут и говорить. Рабов много. 21 рабочий. Минус 84 157 полиометру. Сейчас уже хайв доделается. Лингов просто невероятное количество здесь. Ну, не знаю. На самом деле, сейчас как раз-таки эти 3-3 единственное, что может спасти Теранвика. Как по мне, вот в такой ситуации не менее выгодно было бы и 3-3 сбить бы грейды, а не рабочих 20 штук. Хотя 20, наверное, получше, потому что здесь ультралис каверн пошёл. Но не делаются грейды у самого димаги. Вот в чём проблема. Делались бы грейды, то другой момент. Сканит Теранвик, видит прекрасно, сколько юнитов у димаги. Юнитов гигантское количество. Здесь лингис сплитится. Опять же, крип он уже где? Один, про крипту. Мы по этому направлению провалу, особенно по центру. Здесь надо бы заказывать газ. Очередное забегание готовится. А вот если сейчас 3-3 выбить на половине про готовность, так это вообще катастрофа, конечно. Забегая Дима, забегая через центр, взрывает-то хоть чего-нибудь-то взрывает. Теранвик понимает, что 3-3 терять это для него сразу ГГ практически. Так, везде БН заходит. В этот раз забегание какой-то, мягко говоря, не самое удачное для димаги. Чуть-то не сливался. Здесь в итоге боевой лимит почти сравнялся. 60 на 70. 60 с лишним на 50 теранвиковского. Но всё равно димаги больше. И там ультралы пошли, от которых вы знаете, что у теранвика происходит обычно. Вот, везде всё пошло. Как-то я сейчас смотрю, вижу, что димага более уверенная, чем Блай. Вот первую игру более уверенная, чем Блай играет гораздо. Заходит Теранвик здесь, Бэйна, на третью заходит. Да бункер надо взрывать, а не рабов было. А линги бы и рабов бы сгрызли. Но линги так же сгрызли бункер. В принципе, здесь ультрал заходит, ультрал трансьюзится, ультрал разбирает. Всё, линги, Бэйлинги идут вперёд. Всё, димага видит, что пора отбивать. 140 на 97 по лимиту. 3-3. Грейды у теранвика доделались. Ну, надежда, кажется, не очень-то оправдывается на 3-3. Здесь СС-шику чуть не сгрыз. Чуть орден Тарсона не получил. Тут Теранвик. Вот, димага чуть не сгрыз. Но всё-таки не сгрыз. Так, линги делают залпу. Версир влетает. Надо линги выбить. Выбивает, она убивает вторую. Никто не погиб. Может, линг какой-нибудь погиб. Я не заметил. Но королевы протрансьюзились, и всё окей. Так, Теранвик накидал опять мулов. Пытается жить. Двойной дроп полетел. Так, двойной дропчик. Я не понимаю, что и димага сидит. Ультралом готов. Он готов в армор. Лимита много. Почему он не дожмёт-то Теранвика? Не было бы такого гигантского преимущества. Вот так вот сидя на месте, можно и проиграть бы было на самом деле. Маскриптумора в центре. Здесь у нас дропчик за их ходить пытается. Ну, тут предостаточно юнитов. Ультралов уже, ё-моё, пять штук ультралов. Ну, димага, может, крип хочет дотянуть. Я не знаю, куда он хочет именно сделать там. Он летел Теранвик наверх. Ну, димага поймал дроп. Всё хорошо. Ну, всё хорошо. Третьих. Коготь пошёл. Всё, семь арморов. Восемь арморов ультралов. Это жёсткий армор. Димаг камни проблезает. Понимает, что... Что без камней будет проще обороняться. Ну, затягивает димага. Признак того, что всё-таки уровень, конечно, пока далёк от идеала. Здесь два ультралолинги стоят. Теранвик их видит. Димага окружает. Небольшую руку тут мародёра Мариков. Подрезает их и уходит. Смещается кто-то наверх. Ну, не знаю. 200 лимита. Караптеры есть. Всё есть. На воздух грейдет. Пора дожимать уже, Дима. Насчёт Дима. Ну, наверное, вот он через верх пойдёт. Сейчас дожимать. Да, королевы здесь. Здесь прямо трансьюзы рядом будут. Стимпачится Теранвик. Идёт вперёд. Димага резко накидывается. Надо окружать. Лингов было. Лингов, точнее, био нужно было окружать. Всё. Караптеры идут вперёд. Димага туда-сюда бегает. Контроль какой-то кривоватый. Ультралы идут вперёд. Теранвик стимпачится просто. Я не знаю. Миллиарды стимпаков применяется. Ещё три ультрала делают у Димаги. Здесь так. Караптер что-то цешку пытается дожать. Димага не лезет на ХГ. Вот сейчас он полез на ХГ наконец-то. Под минки, под либераторов. Караптер тоже сюда накидываются. Падает. Всё бьет. 90 на 200 по лимиту. 70 уже там на 200 практически. Либераторы уничтожаются. Ну, это 1-0 в пользу Димаги. Но ещё не вечер. ГГ пишет Теранвик. Ждём вторую. Привет, полуокупивший. Хэгат. Вернулся на СК2ТВ. Всё хорошо. Смотрим Старкрафт. Ждём вторую карту. Что и говорить. Аблай ждёт победителя. Ну, я не знаю, что было лучше. Димага за ВЗ. Минато проиграл. На самом деле, за ВЗ-то играть он умеет. Смотрим. Без в 19-40. Всё хорошо. Без в 19-40. Всё хорошо. Вз-тоoper. Продолжение следует... 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 сейчас будет разложен есть на второй летает либератор димага уже он достал а он спорок настроил наконец-таки все либератор падает кисто дронов 59 уже в этой игре потерял да может пораньше было вообще спорок застроить вообще 5 димага строит либератор уже блочит 5 тут тиранвикс и впечатляет что строить тиранвик все вперед вообще ведет сейчас и не знаю нужно ли правда так ему делать но он пытается как-то подхарасить прилетает ванши начинает крип выбивать все димаге надо взять гидру надо просто взять все и пойти убить наконец-таки 145 лимита грейды 33 вайперов миллиард вообще здесь есть я не знаю что он тянет димаг не понимает что тиранвик вообще там еле-еле жив и все что есть посылать вперед я не могу понять так есть у версии это у версии есть муго овером нету так залетает либератор отдается четвертую можно и не отдавать базу так банши принимают пусть гидро и что банши так сделают на 0-0 грейда против гидры 2-2 что-то сделают даже разобрали ну 3 в 3 понятно но не 3 в 3 так зеленку кидая дима одна банша минус будет вторая пока живет фаербулы по либераторам вайперами притянул на скорбку 167 82 роучи все еще напрягают вот они с подземному ум в итоге то о чем я говорил димага заползает на третью димага заползает на 4 там поползут все надо приводить сейчас на самом деле все сюда в атаку я не знаю что дима тянет название стрима читай привет почаще тогда вопросов не будешь задавать бесполезных 22 гидрала много вайперов есть реводжеров несколько штук и димага вперед что ли пойдет все таки димага иди вперед пожалуйста блин не сиди на месте ну что вот это блин заседение такое чё блин происходит то вообще так все 3-3 да может быть димага ждал да все понял что 33 есть идет вперед видеть что банши много ходят здесь по центру роучи везде есть так видит димага банши сейчас летят рядом сканет ну куда давайте погоняемся за баншами еще ну ё-моё ну чё за бредятина то блин зачем за ними гоняться а вот притягивают випера димаг заходит через хайграунд либераторов можно просто снять сейчас было бы вайперами одного притянул димага цс-шечку минусует моментально будет дальше заходить или нет здесь роуч ползают отдаются на либераторах нужно зайти сюда конечно убить здесь банши пытаются напрягать димаг заходит либераторов можно а даже даже не надо притягивать здесь димага и так достает гидрой цс-шечки падают надо зайти вот этого снять либератора заходит сюда ну там теряет пару гидралистов конечно но убивает лоб димаг в итоге 184 81 по лимиту это минус тиранвик видимо не особо тренируется тиранвик сейчас и димага будет сблаймбить здесь еще димага везде отбивается баншами пытаются харась но везде здесь гидра везде спорки везде провал короче для тиранвика димага уже на мэйне гг пишет тиранвик 2-0 димага побеждает димага блай тиранвика че-то от блая бомбит сильно по ходу дела ну что десайдер остался и все это завозить димага блай ну а димаге респект побеждает оппонент своего молодец если димага выйдет плей-офф убив блая это вообще будет неожиданно димага минато мог бы я предположить если бы тиранвик хорошо отыграл что он плей-офф выйдет но как-то так и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, Десайдер Демага Блащ ждем. Сейчас перерывчик небольшой. Как раз я схожу попью водички и мы продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Здорово, аватар! Рад тебя видеть! Спасибо тебе! Короче, ждем продолжения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, я здесь. А, все, я в игре, отлично. Я пришел проверить, не успел воды попить, успел только наоборот сделать. Вот. Ну, ждем, ждем, короче. Сейчас я отойду на секунду, вернусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, всё, я здесь. Да, всё, я здесь. Да, всё, я здесь. Последний матч в этой группе, последний матч на сегодня. Сегодня я больше стремить ничего не буду. Завтра GSL начинается, плей-офф, помните об этом. Начинается завтра GSL плей-офф, вроде да, там просто стоит GSL. Да, да, хиросос минусит гумиху завтра будет у нас. Это будет сильно, ребятки. ПВП-шечка крутейшая. Не минусит гумиху, а ПВТ-шечка крутейшая тоже. Спасибо. 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 Так, ребят. Всё, прошу прощения, отвлёкся уже здесь. Димага Блай. У нас, соответственно, матч. Мух там и там делается. Билды зеркальные. Парабам ровно. Всё везде вроде как ровно. У Ревы задержки нет. Сейчас я проверю. Нет, у Ревы есть задержка, но у него полторы минуты стоит вместо двух. Ревы, как обычно, блин, аутизмом занимается вот этим. Особо одарённым, блин. Всё равно меньше надо поставить. Вот. Короче, Блай подгрызает димаги тут третью хатку. Масс-масс линги с двух сторон строятся. Как от Блая, так и от Димы. Но у Димы это Беллинг Нест есть. И у Блая Роуч Курон заказан только-только. Всё, ему доделывается у димаги. Нужно выбегать вперёд. Сейчас отгонять четырёх лингов. Сейчас димага двух плюс берёт. Отгоняет шестью четырёх Блая. У Блая выбегает сейчас с масс лингами к димаге. Димага заметит сейчас. Димага видит и сам навстречу сейчас побежит. Или нет, Беллингов за морфит. Беллингов морфит. Димага несколько штучек. Забегает Блай. Димага пытается, смотрите, в тыл зайти, заходит в тыл. Просто красавчик Дима сейчас. Не даёт Блаю нормально отступить. Несколько лингов. Ну вот на мейн профукал, я думаю, врыв. Ну как так-то? Всё так хорошо начиналось. Но на мейн умудрился профукать врыв. Но достаточно легко отбился и на мейне. Масс линги ещё заказаны. В итоге что мы имеем? У Блая 10 лингов. У Димаги 3 Беллинга. 21 линг. У Блая 6 Роучи заказаны. У Димаги 22 линга заказаны. Если Димага успеет сейчас вовремя ворваться, и Блая здесь... А он успевает ворваться вовремя. Смотрите, на ОХГ надо заходить. Конечно, здесь 2 королевы и 2 Роучи всего лишь на данный момент. Сгрызает тут Димага Блая у королев. Роучи пытаются в минеральную линию ворваться. 3 дрона всего. Минус нук. 3. Это мягкая игра маловато. Линги грызутся. Здесь ещё Линги дотекает. Много. Димага поспешил. Надо было прироста подождать. Сейчас немножечко, конечно, я думаю. Так. Так, взрывает Реведжера Димага. Королеву догрызается. Новые-новые линги подходят. Надо Роучи грызть. Не догрызать. Не догрызает. Димага Роучи 4. Роучи. Роучи Ворон. Пу. 4 линга. Роучи Ворон грызут. Что я заговариваюсь-то, ребят? Приходят ещё новые линги. Фаерболом Блай там одного минусует. 40. И Блай отбивается. Просто в напряжённейшей борьбе Димага недоконтролил. Здесь, считаю, я недоконтролил он. Здесь нужно было ждать лингов. Бейлингами тоже рабов не надо было взрывать. Надо личинок, наверное, было взрывать. Либо не сюда бейлингами, а на мейн идти, например. Тоже как вариант. В итоге Блай в плюсе по технологиям. И третью у Димаги нагрыз очень жёсткого. Вот. Ну, тут затянется игра, конечно. Это здесь пока равная ситуация. Блай Роучи плюс добавляет лингов. Ну, Блай, скорее всего, улынить будет. То есть он лейер не пытается сделать. Вот, провальный уже врыв от Димаги. Сейчас всё, уже Блай чуть или на 20 лимита больше. Но Димага пытается Роучи выйти. У вас, Вак Сиг, спасибо тебе за поддержку турнира. Я не знаю, с моего это стрима поддерживает или нет. Но до этого большинство с моего поддерживали. Спасибо большое. Ну, приятно, если ищу же их тоже будет, конечно. Было бы круто. Так, забегает Димага. Блай видит прекрасно, что он забегает. Блай бегает четвёртый, собирается минуснуть её. Здесь несколько лингов у Димаги есть. Блай начинает грызть. Но, кстати, Блай здесь больше. Блай догрызает хатку сейчас Димаги. Ну, неприятно. Очень неприятно. 73-65, Димаги меньше по лимиту. Димаги надо выдвигаться вперёд. Ну, как же через вот этот проход очень печально двигаться, на самом деле, вперёд. Так, Димага Купит Роучи очень-очень много. Он сам Блай ждёт, я так понимаю. Блин, но у Блая третья есть Блайя. Уже не надо никуда идти. Не было бы третьей у Блая. Даже другая ситуация была бы совершенно. Так, Димага рядом с третьей хатой Блайя. У Блая здесь уже Королева. Да, рабочих, может, здесь нет, но это плюс продакшн. То есть, здесь личинки же Королева спамят и много чего ещё. Плюс 7 Роучи Димага делает. Ну, Роучи, если идти, надо вокруг идти. Тем более, в таких больших количествах. А Блай сам вперёд попёрся. Кстати, смотрите-ка, Блай сам идёт вперёд. Это шанс ему отдаться единственный, наверное, в данной игре. Димаги больше боевого сейчас, что самое интересное. Роучи вообще на мэне спрятал всех. Видит Димага врыв. Пора спускаться вниз на лоу-граунд. Здесь два Роучи на третий, Димага. Ну, что ты, блин, творишь-то, ё-моё. Заходит Блай. Сейчас лингами, Роучи, Реводжерами будет врываться на ХГ. Блай всё-то прекрасно видит. Димага часть вообще ныкает. Блай видит эту и думает много. А здесь ещё столько же стоит. Так, Димага вниз спускается. Реводжер одного минусует. Блай на ХГ заходит. Димага принимает бой на фаербол. И Блай вообще на свои попадает. А даётся Димага в спину. Заходит лингами. Как же хорошо окружает. Красавчик. Дима вообще. 88 на 81. Сминает Блай. Всё вообще в хлам здесь. Просто в хлам. И что, в обход пойдёт Димага сейчас? Ну, ё-моё, какой обход-то, блин. Хотя даже сейчас через этот проход тяжко лезть. Но можно попытаться его было. Какая игра-то вообще? Ну, на встречных курсах всё идёт. Очень напряжённо. Димага лингов много подстраивает. Блай пытается в контратаку лингами идти. Но тут у Димаги вполне достаточно юнитов. Блай заходит. Отдаётся здесь. Нужно выдвигаться вперёд. Роучи уже пришли. Дима, пора идти вперёд. Блай разводит себя в наглую. Вот здесь Димага принимает лингов Блайовских. Нужно частью гоняться. Да надо всё уже, большую часть забрать. Зачем за ними гоняться? Роучи заходят Димаги. Третью хату он собирается Блайов отменить, естественно. Выбивает личинок. С продакшн на фаерболы попадают в два Роучи. Неприятно. С лимита нету, чтобы реводжеров закатить у Димаги. Всё. Лингов Блайов сгрыз. Начинает заходить на ХГ. Нужно ли лезть на две плётки? Вот я не уверен в том, что нужно лезть. Потому что, да, Димаги больше. Но нет, он продавливает. Офигеть. Дима ещё умудрился и такую игру перевернуть, проигрывая. Хотя что-то тут плётки просто наклепали вообще Димаги. Что творится-то? Димага здесь взял и отдался на плётках. И третью не отменил. Это дичь какая-то. Что творит Димага вообще? Такие два раза такую игру отдал. Жесть просто. Ну я не знаю. Здесь уже Блайов тяжело будет упустить. Димага третью, конечно, ставит. Но это, блин, космос какой-то. Смотрите, они наковыряли просто. Ладно, по три юнита убитых. Сколько дэмэджа они нанесли? Это же просто космос вообще. Убей ты третью. Пойди. Подожди ты, Лингов, кучей наломись туда, блин. Нет, по частям Димага ломится. Отдаётся в хлам вообще, блин. Полная печаль. Плётки на третью от Блайов уже перекапываются. 87.70 Блайов. А больше у Димаги лейра, у Димаги плюс один. Ну, у Димаги и рабов даже больше, чем у Блай. Но на 20 меньше боевого, зато сейчас. Короче, Блай будет выход делать, но через центр без мува роу, чем выход, долго делать. Вы это прекрасно сами, я думаю, понимаете. Но если Блай сделает выход на пофиг через центры, Димага не перемасит его, скорее всего. Вот. И если у Димаги не успеет доделаться плюс один, то это будет ГГ для него, скорее всего. Ну, Димага мастера очень много. А плюс один не успевает доделаться. Это факт. 40 секунд только делается. Ещё делается 70 секунд с лишним. Ну, Димага, кстати, много тут дозаказывают. И Димага опять же Блай может принять. Ну, Блай сам там лейер делает, собирается вперёд. 4 реводжера. Оверов начинает Димаги Блай бомбить. У Димаги саблай блок. И ещё одного овера подрезал. Линги здесь забегают. Лингов нужно встретить, принять. Димага даже с испугом. Мув отменил Роучем, блин. Мув заказывает заново сейчас Димаги. Где мув-то, блин? Плюс один. И плюс один отменил! Ну, плюс один-то зачем отменять? Ну, ёпара, СТ было, блин. Чудо игра, я сейчас начну матом ругаться, ёма. Если так, ещё буду нервничать, переживать. Что происходит? Димага 10 дронов плюсом делает. Пошли шпили, ещё в мутку давайте свищнуться оба. Да, и походу так и будет. Оба в мутку ещё и свищнуться. В общем, Димага 4 уже идёт ставить. Куда он пошёл-то? Вот куда? Сюда кто-то идёт. Непонятно, куда Димага идёт. Вот это Майн Генис. Хитро поставить хату такую, которую, блин, отбивать будет практически невозможно. Хотя Блай её не контролит, но тут шальную линк сейчас проберёт. А, Блай сам такую ставит. А в чём приколы пихать? Кто зерк? Чё? Типа, это хитрость просто такая? Тактический ход или это в какой-то смысл ещё? Может, потаённая имеет, о котором я не знаю? Да. Отменяет Блай Димаги четвёртую. Изи просто. Димага, по-моему, даже эскейп не нажал. Ну, здания потерянные не покажутся. Смотрите, потери, кстати. Просто по юнитам 187 на 190. 1921 на 17921 на 17925. Четыре минерала в пользу Блая. У Димаги 12 муталей заказано. У Блая 10. Но у Блая зато армор на мутку заказано. В отличие от Димаги. Очень много лингов у Блая. Муталя ски летят вперёд. Блая начинает оверов. Димаги шатать. Димага не... А погодите, у Димаги мута есть. Димага хитро её ныкал. За это оверов начинает терять. Димага хочет Блая подловить. Залетает, подлавливает. Надо контролить, не отпускать мутку. Три, уже минуснул Димага Блая. Красавчик, ещё минусует. Так, там контр-забегание лингов пошло. 151, 158. Димага видит не только линги, это роучи, реведжеры, ещё плюс. Муталисками Димаг накидывается. Реведжеров принимает. Фаербуллы. Пошли фаербуллы в молоко. Так. Видит Димага Блая. Больше тут Димаги или Блая больше? Понять не могу. Димаги было больше. Блай сконтролил чётче гораздо и убил, в общем, Димаги на халяву четырёх муталисков просто. У Димаги всё. У Димаги не стейк был. У него кусок вперёд ломился, причём дэмэджерное. Блай как раз-таки их и подрезал. А часть сзади. То есть у Блая все дэмэдж наносили. Всегда мутку надо контролить идеально. Ну всё, потери теперь. Кстати, Димага здесь больше. Ну убивал, но у Блая четвёртую. А нет, Димаг тоже четвёртую занял. Так, здесь муталиски принимают роучер элоджеров Блайовских. У Димаги по земле есть чем встретить? Есть чем встретить у Димаги по земле. Но у Блая армор на мутку готова. У Димаги нифига на мутку не готова. Но Блай что-то здесь наотдавался вообще в мясо всеми вообще юнитами просто. Мутка залетает на третью, но Димага реагирует, начинает. Всё, мутку законтролил здесь. Сколько муталисков на сколько? 18 на 23 в пользу Димаги. Это не поможет. Армор Блая, Димага, конечно же, убьёт всё. Сейчас четвёртую баузу Димага только задефит свою. Четвёртую дефит. Ну пятую мутку, конечно, Блай отменит здесь. Это факт. Ну надо роучами по одному направлению лететь, а муткой по другому. Хату отменяет Димага. Это провал вообще? Так, роучи и мутка. Димаги идёт вперёд. Здесь роучи и реводжеры. 23-21 по муталям. У Блая армор есть, у Димаги нет. Напомню, королевы под ударом. Блая наламывается муткой. Димага принимает бой. У Блая прирост. Как же близко здесь прирост. Димаги меньше становится. Резко муталисков. Блая побеждает за счёт армора. Побеждает хлам. Какой напряжометр просто в этой игре. Димага пытается свалить, отмасить мутку. Потеряет на второй базе линги. Димаги на третий роучи. Ой, здесь три плётки. Здесь роучи. Только хату убили. Плётки здесь отобьются. Здесь королева. Димага, кстати, экономику Блая зашатал. Блая, правда, муталисков. Ультимативный лимит. 26-9. Нет, здесь, короче, не отбиться. Димаги, судя по всему, отмутки в итоге. Блин, до конца гейминг какой-то просто, а. Ну, Димага очень достойно сражался. Ну, сколько раз он упускал просто победу в этой игре. Это вообще космос какой-то. Димага на четвёртую залетает. Минус хата моментально. Минус рабочие все муталиски. Вот армор замешал. Вот реально Димаг сделал армор. Он и муткой бы даже лучше бы значительно дрался, чем Блая. Блая на третью залетает. Сейчас ГГ будет Димаг писать. Это очевидно. Муталис тут намного больше. 1-0 Блай. Хорошая игра. Дичь какая-то была сейчас просто. Ну, я даже не знаю, за кого болеть просто здесь. Ну, я больше, естественно, душой за Димагу. Почему? Всё-таки тиммейт старый мой. И знал я его гораздо дольше, чем Блая. Ну, с Блаем тоже знаком. Заходим в игру. Заходим в игру. Продолжение следует... 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 ГЛХФГГ, говорит, Димага Блай, говорит, ГГГЛ, поехали Ну что, ребят, я вас всех приветствую и напоминаю в очередной раз, что вы можете поддержать турнир этот призовыми своими, естественно И также вы можете поддержать меня и мой канал, естественно Но не только Так, отключить от блоки, сейчас на премиум, ну и как бы тоже материально, либо через флэден, либо напрямую по реквизитам И Димага решил, почему бы, почему бы не Беллингбастнуть Блай, или это с Муум врыв какой-то Нет, это не просто врыв с Муум, это врыв с Муум, с Беллингбастом вместе Только сконтролить надо Димаги, абсолютная контра Блаевскому билду Вообще у Блая 17-я хата, газ, пул, то есть пул вообще самый поздний, какой можно только представить в ЗВЗ И линги бегут вперед Димаги И Беллингнест пошел, строится ему 43 секунды, ну пулу здесь еще 20 секунд строится Так, лингами Димага пытается бежать Овера, или на пофиг под Овером пробегает Блай Их заметил, можно было бы поскрытнее это немножечко сделать Димаги Так, линги все новые и новые бегут вперед, королева пошла, Овера надо строить Диме, Овера пока нету Не забегает, начинает Димага грызть хату, Блай плетку там уже на КГ ставит Ну вот не Овера бы сейчас пробежал бы, никаких плеток бы здесь не было бы Так рано Так, где 2 бэйна у Димаги, сзади где-то 2 бэйна может быть, да, видим мы 2 бэйна, сейчас прекрасно Все, мув у Димаги готов, дыр, агрит и лингов, надо с лингами драться, Дима Заходят 2 бэйна, бэйлинги хорошо заходят, взрыв, минус все линги Блая, но здесь плетка есть на мэйне Димаг заходит и куда он зашел, хату не догрызть, ни хрена догрызть, здесь королева доделывается Ну что ж, за бред-то такой, Дима, продолжай хату убивать, здесь продакшн есть, нет, ну что ж ты творишь-то Королеву убивает, здесь линги в это время строится, пока Димага королеву, блин, убивает Сейчас бэйлинга загрызет Димаги, но Димага на халяву всех лингов вообще убивает, боевого лимита больше Против брудлингов не надо только драться, против брудлингов Димаг не стал драться, ушел вниз Ой, какой валидолец-то просто, особенно для фанатов Димаги, Блая 10 лингов делает, делает мув Газа очень много у Димы сейчас, Дима хату заказал Зачем Димаге хата, блин, дожать надо было Блая сейчас просто и все Здесь плетка вторая готова у Блая, бэйлинг не ставит тоже Димаг заходит, на халяву лингов Блая здесь прогрызает просто Бэйлингов много, идет на хайграунд, Димага обходит хитро сверху Вне рейнджа плеточки, в минеральную линию будет сейчас врываться Заходит, линги забегает тоже, королева Блая становится Да куда ты бэйлингов-то взрываешь, Димага, что ты делаешь? Черт побери, королеву Димага сгрызает, еле-еле вообще здесь Сгрыз королеву, Бэйлинга Блая отфокусил, Димага плетка пытается сгрызть Отдача вообще, что за дерьмо Димага делает? Что ты делаешь за дерьмо? Я просто в шоке вообще, что делаю И все равно в плюсе, даже просто вот этого не делая вообще, блин Мог бы Димага быть вообще в гигантском плюсе Почему он в плюсе? У Блая до рабочих больше, у Димаги-то хата сейчас будет А у Блая не будет хат никаких У Блая мух уже готов Так, отбегает Димага, хитрый там Так, у Блая два Бэйна есть Два Бэйна взрывают всех лингов Димаги к чертям Вот он, одним Лингом надо сгрызть Не надо два-то тратить Димаг всего два тратит Зачем-то Вот сколько здесь? Здесь Димаги больше, чем у Блая Хотя нет, на одного Линга Димаги меньше, чем у Блая Димага это понимает, Димага понимает, что у Блая нафиг не надо третью давать, заказать сейчас Вот Вторую базу Блая не надо давать, потому что если плетки вниз перекопаются, наказать не получится никак, абсолютно Димаг заходит, начинает агрессию Линги подходит, два Бэйна от Димаги подходит, у Блая три тем временем Бэйнинга Димага вообще на халяву убивает Блая Все, Блая, посмотрите, королева Так, Хату отменяет, королева Блая, наверху, вон здесь плетка есть Короче, отменяет Блая, Хату, Димага Неужели он выиграл шесть дронов троицы, Димага проиграет, а тут только чудо помочь может вообще Так, все-таки Блай Хатку хочет заказать, заказывает все-таки Блай Хатку Димага видит это прекрасно Пытается отменить ее сразу, но Блай тут накидывается своими лингами Плюс Беллинги есть, у Димаги Роуч Ворон, у Димаги рабочих больше, на 10 лимита больше Ключ у Димаги все нормально здесь Димага пытается уйти, Блая пытается взорвать, там взрывает в одного линга Димаг тут супер госу контроль в кавычках какой-то хочет продемонстрировать По-моему, всем госу контроль не очень-то получился Вот вместо вот этих лингов Димаги просто надо дронов заказать, как бы, и все будет замечательно Но Димага не может этого сделать, блин Роучи строят, если будет Роучи какой-то пуш сейчас со стороны Димаги То, блин, он может просто не переконтролить Блая, вот в чем проблема Короче, на халяву Димага опять Беллингов Блая Расконтроливает, что же творится Здесь Китэ Линги от Блая забегает 51-35, 4 Роучи у Димаги заказано Плетка мне спускается, краснющая вся плетка Еще Линги от Димаги прибегает Один Беллинг от Блая всего лишь есть, который должен спасти всех здесь абсолютно У Дима очень агрессивно сейчас действует, очень опасно он сейчас действует Да он Беллингом под плетку на кофе зайти, ее убить и все А Линги как-то расконтролить Роучи уже вперед, Димаги тут еще 7 Роучи 73-42 по лимиту, Димага все сюда ведет, что может Газа надо добыть побольше, Димаги не надо Беллингов только Морфит, Лингов отдавать Димаги не надо, что ты делаешь, Дима, что ты творишь Вообще, что ты творишь, блин Да 67-52, короче, взял всех Лингов Отдал Беллингов на ровном месте Просто на ровном месте сейчас Димага Еще 2 Бэйна Мофита Не надо здесь Бэйна, здесь Реводжеры нужны Блайд сам заказывает Роучи Сейчас, ну это 2 плетки еще 10 Роучи у Блая в продакшене, между прочим Димага заходит, вот эта плетка Вне Ринжа ничего находится сейчас Так, Блая транслюзит плетку, Бэйлинги Подходят от Димаги, Блая принимает бой Плетка вообще не участвует в замесе Короче, Димага умудряется и в этой игре Отдать все свое преимущество Вообще, в нафиг Я просто поражен, как это происходит 2 Роучи еще Блай подрезает Лейер у Димаги, все, Димага в плюте При этом, третья хата ставится Блай в контр-пуш идет Так, отступает Димага 6 Роучи, Блая лейер Димага полетки ставит Перестраховывается Газы на всех базах Там уже есть, блин Блай видит третью хату Да, прекрасно видит, как Димага третью морфит Блай сам третью заказывает Лейеру Блая не намного позже Чем у Димага, а у Фроучи делает сейчас Но он не переходит в мутку Это важный момент Почему? Потому что Димаги будет намного больше По лимиту сейчас Но как же Димага наотдавался Сколько раз, опять же, блин Начиная вот от этого врыва здесь И заканчивают сейчас Ну у тебя Роучи идут Ну куда ты лингами бежишь? Ну зачем? Блай вышел, лингов принял Были бы там линги в этой движухе Я думаю, Димага уже Блая убил бы Так, Димага реводжерами кидает Ну, шпиль переходит Димага А мне кажется, что надо вот что реализовывать Димага, я не в шпиль переходить Оверок отрезает Блая Саплай блока пока нет Ну скоро может быть 8 еще дронов Дима строит сейчас Он реализует, в принципе Сейчас экономическое преимущество В свою пользу Так, Блая рейс 4 реводжера, кстати Димаги 2 всего, блин Пытается Блая уйти, ушел от одного фаербола Смотрите, плюс 2 газа на 3 у Димаги Блая тоже дронов ведет Кстати, газом по газу не особо отстанет Не может Димага попасть По этому чертову оверу Блая Блая вертлиф очень Что за слово вертлиф Уворачивается хорошо Изворотлив Так, заходит Димага Видит, что Блая здесь реально много У Блая тьём и у Блая газа там Смотрите, я просто поражаюсь Как Блая с такой жопой Извиняюсь, вытаскивает Просто переворачивает игру Вообще Димага и парабам и по всему Сейчас минусе Вообще у Блая там газа даже больше Он мутки больше может заказать Как Димага умудряется Такие преимущества отдавать Ими просто загадка для меня Так, пытается Димага овера минуснуть Блая тут на центре бегает Димаги нет плюс 1 У Блая что-то много реводжеров Слишком здесь Опять же, соплая блок у Димаги Мутка пошла Рабую чмючка добавил Вот здесь вот у нас Ещё один овер висит У Блая Надо муталисками пробрить У Димага не показывает Кстати говоря, мутку свою Полетел вперёд Так у Блая тоже мутка есть Так, прям на королеву залетает Да, сейчас по муталискам 9 у Димаги, 7 у Блая Но у Блая больше в заказе В данный момент Валидолец Просто валидолец Так, Димага прилетает Видит мут у Блая Прекрасно Аккуратнее нужно быть Принимает бой Плюс бой принимает Муталисков больше Блая в ответ Сам бой принимает Включить Димага умудрился Здесь развалиться Просто космос Какой-то Что ты делаешь Дима Куда ты вообще Что за мёртвый контроль Всё равно Димаги больше Всё равно Димаги больше Но по муталискам 9 в 3 В пользу Блая И Дима просто Отдаётся Надо вот наземным Лимитом Отвлекать его Ну что ж Ты боишься Здесь одни линги Блин Прилетает Блай Я просто в шоке Как это происходит Вообще просто в шоке Блай чудеса Конечно Устойчивости демонстрирует Он просто чудеса Отворит Какие-то реводжеров Оверов Сейчас забирает Это провал Для Димаги Просто стратегии Все вообще Игры Точнее даже Не стратегии Исполнения Стратегии своей Это провал То есть он Взял И наотдавался Везде Где только Муг В каждом моменте Как в каждом Уже было Где-то 3 момента В игре Где он должен Ставить точку Блай И в каждом Этим моменте Димага Отдался Умудрился По муталескам Что глянем 14-16 Почти равная ситуация Блай доделал Армор Заказывает атаку Димага Доделал Атаку Заказывает армор Ну вот Димага Блай Нашел уязвимое место На третью Где маги Врывается Димага Боится драться Блай Улетает Спокойно Армор Лучше Чем атака Поэтому При равных Количествах Муталесков Димага Разваливает 40-49 В пользу Блай Парабам Ну чисто На опыте Блай Начинает тащить 16-24 18-24 По мутке Димага Пока держится Газ Блай Пытается Подрезать Не подрезал Блай А четвертую Надо ставить Сейчас Атака Доделается 16-212 Если Блай Сейчас наломится На королев С Димаги Минус Хата Минус 300 Минералов Все за заказы Базы Такие нелепые Блин Приходит Блай С реводерами С лингами Димага Вниз Спускается Если вот Блай Наломится На Димагу Сейчас он С королевами С этой Наземной Массой Может Отобьется Как-то Я не знаю Так У Блай 1-1 У Димаги 1-1 Только через 10 секунд Блай пока Не врывается Вот сейчас Врывается Блай Начинается Контроль За 2 залпа Газ Минус Надо Газ Прикрывать Свой Димаг Не прикрывать Конечно Блай Газ Подрел Чего ему Драться Дальше Он не будет Принимать Блай Опять Нашел Где Откусить Реводер Откусывает Димаги Все Пошел Последний Замес Королевы Здесь С ровущими Димаги Бьются Фаербулы По королевам Пытается Блай Зак Накидать Ну Тут Димага Может Даже Кстати Гря И отобьется Но Муталиски Блай Сминает Муталисков Дима И это ГГ 130 на 80 Вообще Дичь Просто Как Блай Вытащил Это Космос Просто Был Это Чудо Просто Димага Ошибался Заслуга Блай Без Условно Что Вот так Он Вытащил Но Но И Провал Димаги Что он Столько Наошибался Конечно Вот Ребят Всем Спасибо За Внимание На Сегодня Все Я буду Закругляться В текстовом В текстовом Виде Оформление Благодаря Изерду И вообще Организация Турнира Теперь На высоте Потому что До этого Все турниры Твоем Со Смайлом Делали Фактически Вот Будет Текстовое Интервью С Прошедшими Игроками С Минато Из Блай Читайте На Гудгейме Следите За Анонсами Завтра В 12.30 ГСЛ Приходите Не пропускайте Вот А на сегодня Все Запись на Ютубе Увидите Всем Респект Турнир Поддерживайте Меня И мой Канал Поддерживайте И смотрите Старктап Все Пока Пока Всем Субтитры Субтитры